Сколько пить воды, известно всем. 2 литра, именно столько жидкости в сутки, необходимо нашему организму. Но это не уменьшает количество вопросов, связанных с ее употреблением. Сладкая или нет? Газированная или простая? Сок или фреш? А может быть суп? И главное, может ли вода быть лекарством? Я Сергей Вялов, это канал Точка Здоровья. Сегодня говорим о воде. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нам надо понять, зачем, собственно, нужна вода в нашем ежедневном рационе. Все, что мы съедаем после переваривания, попадает в кишечник в виде массы, больше похожей на кашу. Именно наличие в ней воды способствует благоприятному продвижению того, что мы съели внутри нашего организма и удачному финалу процесса пищеварения. Кишечник устроен так, что все полезные вещества, белки, жиры и углеводы, всасываются по ходу продвижения практически полностью, без остатка. Там же организм забирает и воду. Поэтому, если вы едите только белки, жиры и углеводы, то в туалет вы не сходите никогда. Если вы туда не вольете минимум полтора литра жидкости в сутки, то организм все равно свое заберет. Но тогда уже из того, что вы съели. И тогда содержимое будет плотное, твердое и будет напоминать комок глины. И не будет выходить из кишечника, а будет вызывать симптомы. Тяжесть, вздутие, задержка стула и даже кишечная непроходимость. Систематическая нехватка воды может приводить к появлению камней в почках, к запорам, проблемы с волосами, ногтями, с кожей. Все это признаки засухи внутри организма. Для того, чтобы этого не было, надо пить. Теперь, когда мы знаем, зачем пить воду, уточним два момента. Нет, не важно, откуда вы изначально берете воду. Покупаете в магазине или наливаете из-под крана. Если это питьевая вода, то разницы нет. Да, кипятить воду можно столько, сколько вы хотите. Вода в вашем чайнике точно не превратится в тяжелую или легкую, живую или мертвую. Тяжелые изотопы водорода в воде могут образовываться только если вы используете ее для охлаждения ядерного реактора. Это уж точно не произойдет на вашей кухне. Чай, компот, суп и прочие жидкости также идут в зачет вашей дневной норме потребления. Суп однозначно хорошо. Он экономит нам время. В нем и еда, и вода. Еда и супа быстрее и полезнее для усвоения. Соки, готовые в пакетах, нужно употреблять с осторожностью. В них слишком много сахара. Это создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и может привести к диабету или уйдет в бока. Фреш полезен, потому что в нем содержится много активных витаминов и антиоксидантов, эффект от которых после отжима максимальный. Чай. Черный или зеленый. Содержит кофеин, который бодрит. А вот с травяными чаями нужно быть поаккуратнее. Часто мы недооцениваем силу лекарственных растений, которые добавляют в состав чая. Например, ромашка, мята, чабрет, зверобой. Кофе наоборот выводит жидкость из организма. Поэтому после одной чашки черного кофе будет полезно выпить несколько глотков воды. Можно ли с помощью воды похудеть? Конечно можно! Чувство голода. Иногда это простое чувство жажды. Мы можем путать желание поесть и желание попить. Если вы захотели поесть, выпейте стакан воды. И если чувство голода пройдет, это и будет ваш секрет к бесплатному и легкому снижению веса. И напоследок еще два уточнения. Да, пить воду во время еды можно. Так же, как и до еды, и после еды. Это никак не повлияет на количество соляной кислоты в желудке. Ведь наш желудок достаточно умная система, которая выделяет ровно столько кислоты, сколько нужно для переваривания съеденного вами объема пищи. Нет, неважно, какую воду вы предпочитаете пить, с газом или без газа. Ведь попадая в желудок, весь газ из воды выходит наружу. И в кишечник попадает простая вода, какой бы изначально она ни была. И помните, вода не лечит, в каком бы виде и составе вам ее не предлагали. Она, как зарядка по утрам, может помогать нашему организму. Назвать воду лекарством можно только в том случае, если вы запиваете ей таблетку. Я Сергей Вялов, это канал Точка Здоровья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!